Итак, похоже, что каждую неделю видный представитель Демпартии направляется в страну, о которой заботятся больше всего. И это, конечно, Украина, а не Соединенные Штаты. Уже даже не притворяются. Нэнси Пелоси, Джанет Йеллон, министр финансов, наш президент Джо Байден, все побывали на Украине. А теперь непонятно зачем. Генпрокурор не Украины, Соединенных Штатов, поехал за общественный счет на Украину. Что он там делал? Может, советовал Зеленскому, как преследовать христиан, они ведь оба этим занимаются, мы не знаем. Но мы можем предположить, что они не говорят про подрыв Северного потока, в чем точно замешана администрация Байдена. Все уже позабыли эту историю. А вот Денис Кусинич помнит, он бывший конгрессмен от Огайо, был кандидатом в президент, и он присоединяется к нам сегодня. Конгрессмен, спасибо, что пришли. Итак, подрыв этого газового трубопровода с Восточной Европы в Западную, это также крупнейший акт экотерроризма в истории. Он выпустил больше углерода в атмосферу, чем что-либо. И за это ответственна администрация Байдена. Почему об этом никто не говорит? Вы правы, это беспрецедентный в американской истории акт. И люди в Соединенных Штатах имеют право знать, не их ли правительство взорвало трубопровод. И если вы обратите внимание на детали в статье Сеймура Херша, план по уничтожению трубопровода существовал еще до вторжения России на Украину. И подтверждающие это заявления президента Байдена, Виктории Нуланд, советника по нацбезопасности Салливана, были еще до подрыва трубопровода. И если задуматься, то ключевой персонаж это Салливан, он помог это организовать, он попытался обвинить Россию. И все это для того, чтобы выкинуть Россию с европейского газового рынка. И я хочу, чтобы вы вот о чем подумали, Такер. Эта атака на трубопровод произошла около острова Бернхолм, являющимся частью Дании. Дания подписала римский статут Международного уголовного суда. И либо Дания должна расследовать это происшествие, либо Международный уголовный суд. И у Конгресса Соединенных Штатов есть обязанность это расследовать. Потому что либо они, либо Международный уголовный суд, хоть Америка его и не признает. Так что от этого так не отделаться. Американцы имеют право знать. Томас Пейн написал в своем здравом смысле, что, ну, знаешь, в Америке нет короля, в Америке закон, король. И мы не можем допустить уничтожение нашего исторического пути группой в Белом доме, которая не хочет признавать свою ответственность. По Конституции Соединенных Штатов ни у одного президента нет права совершать военные действия против другой страны. Только с разрешения Конгресса. Так что тут проблемы и с Конституцией США, и с международным законодательством. И это только начинается. И что сделал Сеймур Херш? Он откинул занавес и показал американцам, да и всем, махинации, происходящие за кулисами, которые целиком антиамериканские. Целиком противоположны тому, на чем держится Америка. И что президенты, другие вовлеченные в это люди, должны быть призваны к ответу. Насколько я понимаю, нет сомнений, что это дело рук администрации Байдена. Это ведь атака не только на российскую инфраструктуру, но и нашего союзника по НАТО в Западной Европе, чья энергетика от этого зависит. Так что если вы сторонник НАТО, объединим НАТО. Мы только что напали на НАТО. Почему никто в СМИ, что просто нелогично, почему никто в СМИ об этом не говорит? Это и правда вопрос, и, к счастью, хотя бы вы, Такер, говорите об этом. И как тот, кто работал в Конгрессе, и был ответственен за оформление бумаг по импичменту президента и вице-президента. Я знаю Конституцию прекрасно. Должны быть слушания в Конгрессе, Конгрессом должно быть проведено расследование. Мы не можем позволить президенту, от чьей бы он партии ни был, остаться безнаказанным за этот военный акт против другой страны. Энергетическая безопасность 83 миллионов немцев была под угрозой этой зимой. В смысле, алло? Да уж, безумие, но партия хочет все шито-крыто. Денис Кусинич, рад был видеть, спасибо огромное. Спасибо.